В списке сводного плана по благоустройству более 120 объектов. На многих работы уже ведутся. К некоторым только планируют приступить. Обо всем по порядку рассказал начальник управления организации строительства Илья Миклин. В частности, о том, где ремонтируют улично-дорожную сеть, автобусные остановки, проезды и тротуары. Все мероприятия по благоустройству планируется выполнить до конца сентября. Тротуары будут проезды на 8 на 9, не прям 9, возле СБИР-банка. Подрядчик уютный дом, к работам приступили, сейчас сделали старый объем, сделали песчаную посыпку, клипы есть, будут монтировать. То есть работа ведется в материале в полном объеме. Также на совещании заслушали доклады представителей управляющих организаций. Они рассказали, какой объем работы во дворах уже выполнен и что еще предстоит сделать. В ходе отчета глава города Валерий Лебедевич отметил, что при выполнении всех запланированных работ большое внимание стоит уделять качеству. Ладно, один день позже, два дня позже ничего страшного в общем-то нет, хотя сроки нужно соблюдать, значит они в техническом задании, в соответствии прописанных контрактах. Но делаем качественно все. Просьба сделать упор в том числе и на это. К объектам социальной сферы у специалистов претензий нет, а на работе управляющей компанией Жилкомсервис остановились подробнее. Первый заместитель главы города Альфия Пичугина обнаружила несовпадение предоставленного отчета с реальностью. По словам Виктора Романа, в настоящее время в управляющей компании ЖКС не хватает специалистов, но запланированные работы обещают выполнить в срок. Кстати, со следующей недели за исполнением плана по благоустройству будет следить специальная комиссия. Объекты потребительского рынка, а их более 30, тоже в планах по благоустройству. На многих запланированные работы только начинаются. То, что касается административно-коммерческого центра КРАН, по данному объекту, конечно, сложная ситуация. Основной собственник в городе появится у нас после 10 июля. На пятницу у нас запланирована встреча с другими собственниками, потому что по плану благоустройства у нас запланировано обустройство входных групп с тыльной части здания. В едином стиле и ремонт отмостки по всему периметру и благоустройство прилегающей территории по схеме, согласованной с управлением архитектурой и градостроительства. В завершении заседания Валерий Лебедевич напомнил, что пока сводный план мероприятий по благоустройству не будет выполнен на 100%, все представители структурных подразделений должны еженедельно собираться на комиссии в администрации города и предоставлять отчет о проделанной работе. Елена Канина, Сергей Профимович, Новости Губкинского.